Продолжение следует... 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 и с опытом прибавляется что-то другое, что-то внутреннее, внутреннее наполненности. Ну, начнём. Начинаем с Рио Те Тори и растягиваем в артёру. Вот такое простое движение просто на растяжку. И посмотрите, пожалуйста, что ноги делают при этом. То есть здесь у нас ноги немножко пересекаются, да? Одна нога подходит в другой, и траекторию пересекаются. И здесь очень важно согнуть конец в достаточной степени, подвесить свой центр, да, и развернув бёд. Вот таким вот образом. То есть Ирими шажочек маленький, и потом вторая нога подходит. Ирими и Йосе, да? Ирими и Йосе, да, т.е. подход одной на другую. Айкидо, так как, все ирими, они входят. Во все техники Айкидо обязательно входит вот этот первый шаг Ирими. Так что Ирими и Тенкан очень важна. Айкидо, Кейко, мама. И можно сказать, что Ирими и Тенкан – это такие матери, родители всех техник Айкидо. И поэтому обращайте на эти движения особое внимание. Пожалуйста, растяжьте. Ирими и Тенкан. Если у нас две руки, оно гораздо более понятное, если я покажу одной рукой, то что делает? Делает шажок, маленький шаг, ирими, ирими, вторая нога подходит, делает йосе, и вот что делает рука. То есть всего лишь два движения. И в каждом движении есть очень важный момент. Очень важно, как вы двигаете рукой, на какую траекторию вы создаете. Вот такой положительный. Если двумя руками делаете, то получается вот так. Если сразу чувствуете, что что-то не очень получается, попробуйте сделать не открытую траекторию, а просто отрабатываете траекторию пару раз. Тогда будет понятно. Попробуйте еще. И теперь, как у нас будет делать руками, в конце мы добавим на рука. И посмотрите, как ноги будут выглядеть. Вот так. На правую руку. И здесь тоже самое растягиваем, но формируем делать руками. Вы практически по такому кругу передвигаемся, да? То есть от круга. И действительно это движение может показаться сложным, но оно нам очень пригодится для каких-то других тех. Тенкану и, например, шивонаге, с самого начала абсолютно идентичны. Сейчас мы вот такое вот делаем, да? И сюда входим. А то же самое движение мы можем повторить при захвате айханги и получится у нас сиконаге. То есть то же самое аналогичное совершенно движение. Ноги мы используем в таких же области. И если мы будем иметь это в виду, то у нас сразу две темы. И если вы уже сделали вот это вот базовое движение, то потом нам будет легче делать движение. А теперь мы возвращаемся к Рёденури, да? Сделаем сиконаге. И представляете себе, пожалуйста, что вы делаете сиконаге вот в якуханме. Это тоже самое. И давайте разделимся на группу по трое. А первый вход вот такой. Вот такой положительный. И посмотрите, пожалуйста, теперь у нас задняя нога делает иринь, да? Маленький шаг. То есть это на самом деле тоже самое, что при тэнкане. Да. Тэнкан вы делали вот так. А когда мы делаем вот это вот первое движение, подставляем руку, чтобы партнёр её захватил. Тело наше чуть-чуть понижается, да? То есть центр свой понижается. И здесь не нужно мгновенно приседать, да? То есть это естественное должно быть понижение нашего центра в процессе движения, да? То есть не влюблено делать, да? А как будто бы по горочке стало. Но на самом деле многим непонятно, опустился ли у меня центр или нет, если проверяется. Но на самом деле опустился. Поверьте на нас. Вот примерно на столько опустился сейчас. И вот в этой точке вы обязательно проверяйте, чтобы вы с партнёром смотрели в одном направлении. Да, вот сейчас. Если вы будете смотреть друг на друга, то вы просто не стали. Да, а здесь вот мы стоят как-то изъявлены. А в нашем потоке силы вот таким образом он не меняется, если вы займите друг на друга. От него отсюда, да, меня... И теперь мы вместе снимаем. И вот туда по этому силовому энергетическому, соответственному потоку, по этому направлению я вхожу. То есть такое ощущение, что мы начинаем рисовать большой круг, а потом этот большой круг становится всё меньше и меньше. И мы скуремся в одну штуку. И это получается так, что мы вдвоём как будто мы начинаем дышать одинаково, потому что ткань не сливается. А очень часто Айкидо в техниках мы можем наблюдать. И, думаю, что те, кто уже давно занимается, они это понимают. Например, вы идёк. Вот здесь, когда вы сделали партнёрку. Вот здесь, когда вы сделали партнёрку. А если партнёр вы тут вы идёк и отпустил руку, то мы бы увидели, что мы с партнёром смотрим потом в управление, да? Ну, тот же самый клиент. И в базовых техниках мы очень часто можем так делать. Такие моменты мы наблюдали. А ты ревинаёй, а ты слышал? Вы ревинаёй тоже, пожалуйста. Начинаем делать. Если я бы тут отпустил, то будет видно, что мы с ним стоим и смотрим потом в управление. Ну, это просто вы для себя. Да? Усвоите и помните. И возвращаясь к секунду нахер. И дальше сделаем шарфу. Дальше. Второй шаг мы отставили. Переезжающий назад. Теперь большой шаг мы с балансируем партнёров. Вот именно здесь мы должны с партнёром смотреть за такую проблему. Большинство людей и люди тоже обычно начинают входить вот сюда. Но для меня это не очень приемлемое направление. Мне кажется, что надо входить вот по такой проблему. По такой проблему. Это и для партнёра будет хорошо, потому что позволят ему как следует растянуться и почувствовать себя гораздо приемлемо. Те, кто об этом никогда не думал, то, пожалуйста, попробуйте вот сейчас. Вот. Симонаги. Симонаги. Посмотрите, пожалуйста, рука, которая спела у нас. Не надо её вниз опускать. Есть вариант, да, когда мы действительно опускаем мышку в куст. Но сегодня я вам предлагаю другой. Верхняя рука каким-то образом обрабатывает руку партнёра. Если вы сразу вот так пройдёте, то партнёр может нас просто травмировать, если мы сразу будем ломиться. А именно поэтому я предлагаю вам вот такую руку, да, и сверху она нас будет защищать. Да? Вот таким образом. И в этом положении не опускаем на руку, а поднимаем. И отсюда, посмотрите, что делает вторая партнёра. И дальше уже у нас разбаланс. И если мы от лёта делаем, да, то вот таким вот образом. Не опускаем руку вверх и вниз, да, она у нас наверху обрабатывает сверху руку партнёра. Если я отпущу эту руку, да, то получится вот такое ощущение. И здесь я отпускаю, да, и рука тогда возвращается в естественное положение. То есть, видите, я, чтобы разбалансировать его, добавляю скручивание в кисти. Вот такое вот ощущение. То есть он естественным образом разбалансируется. И когда я немножко скручиваю его запястье, это очень полезно вообще для партнёра. Но предупреждаю, что если слишком вы начнёте скручивать, то, наоборот, партнёр может пострадать. Поэтому умеренно скручивать. Если умеренно всё делать, то, наоборот, очень много задействуется, что он тёрт их точек партнёра хорошо. И что касается руки, да, то посмотрите, как лобо шагает. И когда мы займём партнёру много двигаться ногами, да, он, на самом деле, во время движения массивно. Он регулирует мышцами своими те артерии, которые есть у него там внутри. Потому что артерии можно их достать. Но движение мышц может ввести в голову. И действительно, самые крупные кровеносные сосуды, да, у тиктериума человека, они находятся в нижней половине тела. Но до них очень сложно достучаться. Но вот путём того, чтобы партнёру до них двигаться, мы можем способствовать тому, что он массирует эти сосуды и кровообращения. И во многом это и является причиной того, почему мы не сразу идём на сингунаги, а заставляем партнёра ещё ходить. И посмотрите, опять же, верхняя рука у нас, да, вот таким образом. И вот таким образом рука идёт, да, чуть-чуть накладываем сверху на руку партнёра. Ну так, по-другому, я не ощущаю, но зато мне не так вот на вас. И смотрите, получается, у меня и правая рука двигается, и правая нога, они помогают действовать. И теперь получается левая рука и левая нога и хвость. И теперь осталось только пройдёт. Пожалуйста, продолжите чуть-чуть ещё. Многим было непривычно делать такое упражнение, но, кажется, сложно. Сейчас мы будем делать то же самое движение, но другую технику. Я просто хочу вам показать, что есть разные способы исполнения сифунаги, в частности, и вот такое, а не только как там. Но и из вас тоже. В основном, если вы только начинаете заниматься айкидой и практикуете, например, сифунаги над яхву фанги, да, то, вот это движение, когда мы сразу входим, это самое лучшее для первоначальных приёмов. Я вообще ученик, непосредственно учеником, познаватель. И мне непосредственно ученики и основатели говорили, что, ну вот до первого данного можешь практиковать только на сифунаги, но если ты уже получил первый данный и идёшь дальше, добавляй любые движения. И вот это вот вращение рукой, движение рукой очень важно. Такое вращение рукой мы используем в самых разных техниках, да, например, усилую ланцу, да, в тенчинаге постоянно вот оно используется. И на самом деле очень сложно вовремя сделать это движение, поэтому многие на него просто не обращают внимания и продолжают безликнуть. И если те люди, которые не смогли освоить это движение, оставили всё, становятся сенсеями, то их ученики повторяют это движение и тоже уже не делают вот этого подключения. И поэтому, многие, которые занимались когда-то вместе со мной, так и не освоили движение, оно просто надоело им, очень много времени нужно, чтобы его освоить. Ну и своим ученикам они тоже стали передавать упрощённые техники. Ну, это более, да, ну, как бы, ну, вот это вот, вот это вот движение рукой, да, например, вот это вот первое положение, да. Руки, которые я вам показываю, очень важны для того, чтобы включить силу. Вот вроде бы мы делаем удар, а на самом деле в этот вход включается то движение, которое мы делаем на сифонах. Если мы глубже войдем, то получается вот такое движение. И на самом деле вот в этой руке есть то же самое движение, которое мы делаем на сифонах. Просто в случае с репутатори у нас дистанция более далекая, и поэтому мы не в лицо его бьем, а мы подставляем руку. А на самом деле принцип тот же самый, как при антебе, когда мы идем туда. И та нога, которая делает первый шаг, обязательно должна быть направлена на центральную линию партнеров. В этом, собственно, суть и ремень. Вот предположим, да, рассмотрим на тот случай, когда партнер наносит с ней. Если я вот туда вот отвернусь, да, получается, что мы с партнером вообще разъединяемся. Моя нога должна обязательно направлена на его центральную линию. Да, то есть если это так, тогда я могу сделать ему какие-то контртехники. Обязательно нога должна контролировать центральную линию партнеров. И если мы очень долго будем делать вот этот вот простой фронт на сиху наги, да, то, что она будет привыкнуть. Нога ваша привыкнет к тому, что ей надо отворачиваться от партнера. Это не очень хорошо, да, поэтому я и призываю вас пробовать разные варианты с плодом и сиху наги. Это вполне даст улучшение? Может быть кто-то из вас, наверное, об этом и не загадывать? Кангаете, кангаете, как даже cuest obedience. Правильно что вы не должны нужны ваши такие клики на Сиху наги? Здouter все это passa. Энд, я призываю вас в каждой технике, словами, упсиху наги, думать, задумываться, что вы делаете не? И нужно ли вам это в обычной жизни? Но это не важно? Я пытаюсь надпись наиху наги нужно Komiju 98го? И в каждом движении, в каждой технике вы еще должны задумываться, вообще нужно ли Айкидо для вас быть себе? И я на самом деле постоянно об этом думал. И я продолжаю тренироваться именно потому, что Айкидо мне нравится гораздо больше, чем остальные боевые искусства. И я считаю, что оно важно для человеческой жизни. Я начал заниматься боевыми искусствами, в 8 лет, да, впервые я взял бутеменчик. И до 66 лет я вот так, собственно, его и не отпускал. Айкидо я вступил уже по нормальному, в 19 лет. И, в общем, не прерывал свои тренировки, поэтому уже у меня довольно большой. Но я не пытаюсь заставлять своих детей и внуков заниматься этим. Потому что самому мне было очень тяжело, да, то есть тренировки мне давали здорово. И даже казалось, что, в общем, умереть я могу в любой момент. И я, на самом деле, делал самые разные варианты сикунаги на своем веку. И сейчас мне больше всего нравится вот тот, который я предлагаю вам. И основа этого сикунаги – это то, что создал основатель и его непосредственно учили. И, возможно, вам покажется, что то сикунаги, которое делаю я, сильно отличается от того, что предлагают другие позиции. И это здесь, да, мы входим вот сюда. И красавица. Не отпускаете, потому что если отпускаете, то вы другаете. А если отпускаете, тогда вы не отпустили, но сейчас не отпускаете. Сейчас мы зажимаем первую спортивную, да? Вот отлично зажимаем. И бросаем. И, на самом деле, это очень опасная техника, поэтому очень аккуратно. Потому что здесь мы настолько зажимаем его руки, что он, фактически, ничего не может сделать. Это уже как-то прикануемое. Поэтому, пожалуйста, не кидайте сегодня слишком сильно, а вот очень мягко. Да, вот зажмите нормально, но кидите нормально, потому что его можно пускать. Да, 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 но не будет ничего, что сейчас не делать. Понятно, как говорили. Ну, часто получается, что когда японцы работают с европейцами, они не выходят словами объясниться как следует. Выходят как-то в невербальном моменте. Ну, действительно, со словами у меня не очень хорошо. И, к сожалению, только при идиотстве у нас с вами беседовали, что я не знаю, но, по-второму, невербальном смысле, что я имею в виду. Вот такие вот образы. На что нужно обратить внимание? Вот это вот движение руки, да, мы ее как-то подтягиваем к себе. Здесь мы не просто ведем руку прямо к себе, да, траектория более сложная. Тут чуть-чуть вот на такой вот дуге ведем руку, чтобы достичь максимального идти. А если вы будете вести прямо руку и очень сильно это сделаете, то локти могут у партнера сломаться. Поэтому движение чуть более сложное, да, скорее. И, пожалуйста, вы партнеру показываете, да, что вы его выжимаете, но где-то в полсилы, да, или в одну треть той силы, которой вы можете владеть. И потом очень мягенько, да, чтобы никого не повредить. И в конце вот такое движение, да, добавляем. Отсюда и в самом конце. Смотрите, как будет двигаться вот эта рука. Отсюда раз зажимаем. И вот так вот, пускай. Добавляем такое движение, да, я как будто бы панбрасываю ее. Попробуйте, пожалуйста. Попробуйте, пожалуйста. Теперь тоже самое у нас, тот же самый принцип движения. Вы только другую руку будете в партнера подплатывать и перейдем на самку. До этого мы делали сико-наги и работаем перед на сико-наги. Теперь мы будем попадать в другую руку. Смотрите, то же самое движение к ногам. Руку мы берем другую и выходим на самку. И контроль можно стоя. Перемещение от той ножа, но если мы возьмем эту руку, у нас получится сико-наги. Это сико-наги, да, если берем эту руку, то санку. А в ногах тоже санку. Если с ногами не очень получится, нам можно просто пройти, да, сразу на самку. После этого глубоко, да, перехватываем руку так, чтобы глубоко захватить руку ладонь и его мы заснуем. Салат-печалат? Те же, кто будет перемещаться, да, то вот такой выглядит. Вот так. Опять же глубоко перекладываем, как следует. И стоя, заканчиваем. Пожалуйста. Санкио. Давайте сделаем еще пару техник и небольшой перерыв на парку подним. Санкио, в ногах не уделяем, но не уделяем. Чем-то не уделяем. Когда мы делаем санкио, часто бывает, что не получается как следует выхватить бандоры, и мы пытаемся сделать это силой. Это не так. Попробуйте именно делать это технично, да, не при помощи той силы, которую вы делаете. Попробуйте, а кто будет очень правильным направлением. На самом деле, санкио правильно может сделать не только. Сейчас, в случае, санкио, на самом деле, санкио может сделать не только. А что касается самого контроля санкио, вот здесь, между рукой партнера и его телом, должна быть определенная пространство. И здесь, смотрите, я своим большим пальцем контролирую большим палец партнера. И получается, что таким образом я направляю в нужном направлении его силу. И тогда получается, что партнеру гораздо легче поднять локоть здесь, чтобы получился партнер. И во время исполнения этой техники у нас очень вахнут мизинец и безымянный палец. Вот эти места, основания. И практически самое главное в любой технике, это гармонизация движений большого пальца, мизинца и безымянный. Там, знаете, вместе делают технику. Это то же самое, как если бы мы работали с мячом, да, в мяче. Да, и в мяче, они не могут выносить, чтобы не было локоть, но не было локоть, но не было локоть. И действительно мир мяча очень похож на техники алькидо, если мы присмотримся. И если бы мы присмотримся. И основатель как раз об этом говорил и обращал на это особое внимание. И самое важное, и в техниках по айкидо, и в работе с мячом – это небольшая выемка в нашей ладони, когда мы технику проявляем, чтобы головой к нам не помешали, а чтобы головы, если этой выемки нет, у нас не получится создать хорошую технику. Ну, наверное, вы об этом и не слышали, и не задумывались. И я об этом знаю просто из своего опыта и потому, что я говорила с непосредственно учениками основания. Я хитрец, так что я об этом знаю. И действительно, это очень хитрая вещь. И на самом деле я не говорил об этих секретных, ну вот, пока мне 60 лет не исполнилось, я бы никому не говорил. Ну, а вот когда мне стало 60-65, я стала говорить просто об открытой, да, всем, вот выемка. Просто уже и возраст, и я начинаю просто бояться, что не успею передать вот эти вот секреты, и они просто будут лезть со мной. И сейчас мне очень хочется оставить, передать вам ту технику, которую я нарабатывал в течение более чем 50-10 лет. Ну, обычно даже когда там самые выдающиеся сенсей умирают, да, ну, умирают, понятное дело, все. Ну, некоторое время их еще помнят, да, но лет через 30, об их словах забывают просто все их. Все их знания входят в пространство. И сейчас я иногда думаю, вот куда делится та техника, которую я нарабатывал весомыми ночами, когда я один выходил в поле, занимался, да, мне очень хочется передать что-то вам. И было бы очень жаль, если вот те секреты, которые у меня вошли от моих старших товарищей, от моих учителей, которые во мне переработались, которые я придумал что-то новое, они бы просто пропали у нас с моей смертью. Я бегаю за своими детьми, за своими внуками, говорю, сейчас я вам раскрою все секреты, они, говорю, папа, и инна. И действительно, те, кто не тренируется, они не могут это ценить. К сожалению, да. И что касается санта, да, вот у многих возникает вопрос, как мы прокрутились, да, что дальше делать? Вот здесь, да, понимаете, да. Вот что делать, да, как мы прокрутили? Очень многие хватают прямо вот этого духа партнера, полностью вот таким вот образом, и сами не знают, что дальше делать, потому что сами же свое движение зажимают, да. Я сам тоже очень долго этого не понимал, но мне просто непосредственно ученики и основатели указали, что делать. Они сказали, бери не вот тут вот, да, а бери вот здесь, ниже. Смотрите, да, где у партнера ладонь. Они сказали, да, бери там, где может двигаться, потому что если у партнера там может еще двигаться, то мы и свое движение тоже можем быть лучше и лучше. Если мы схватим партнера за то, что у него двигаться не может, мы себя тоже спокойны, да, поэтому смотрите. Вот сюда, да, не сюда, а чуть пониже, там, где у него еще может вращаться ладонь. И тогда гораздо легче мне будет входить кофе. И вот там, да, естественно, вот тут вот и бери хватит. Это понятно, что это не я сам придумал, да, это то, что мне передали непосредственные ученики и основатели. И еще, что касается контроля, да, вот тут особенно. Я обычно делаю не простой контроль, к которому все привыкли, а вот тут вот такой. И на самом деле вот этому движению я научился, изучая внутреннее человеческое тело. Вот это вот линия, траектория, по которой партнера легче всего будет двигаться. Если мы будем действовать силой, да, то каждый будет действовать силой. Ну, почему он не теряет, при этом в достаточной степени равновесия. А если мы выберем для него самую легкую для падения траекторию, он с удовольствием пойдет. И из этого положения мы можем все, что угодно ему сделать, да. То есть, фактически, самые разные анемии будут на ночь. То есть, что угодно ему сделать. Ну, естественно, пить его не будет, тем очень мягко, да, мы его так пробудем и выкладываем. Если мы делаем полнотеровое укладывание, то отсюда мы выходим вот сюда. Обычные люди вот на этом устанавливаются. И дальше пытаются хватать локоть партнера, прыгать на нем, но не выходят обычно. И дальше не получается. И поэтому, раз сюда вышли, смотрите, он сам упал. Я даже, фактически, ничего не видел, потому что территория пройдет. То есть, самое главное – это направление движения и время, когда мы работаем. И обязательно он упадет в бой какую-то. И в этом положении вот так. Он уже разбалансирован и заканчивается. Это просто, чтобы вы знали. Очень хорошо, когда у вас есть в запасе самые разные варианты исполнения движения. Я просто заметила, что у некоторых из вас, когда вы делали санкио, очень много сил вкладывалось в самый сигнальный контроль. Не в силе, а в правильный расправлитель. Такое ощущение, что некоторые из вас были особо любимые, которые смотрели на руку партнера с таким... Не надо такого, да? То есть, мягко. Там мы любим партнера. И мы сейчас сделаем еще один санкио, просто, чтобы как-то... У нас санкио как-то скакалились. Вот айханки. И он будет немножко отличаться от привычного для вас санка. И я просто понял в процессе, что мне вот этот вариант нужен, упасть от жизни. Я и это его отрабатываю. Вот так вот. Айханки. Айханки. Заходим с внешней стороны. В рели. И отсюда вот отрабатываем. И дальше идем оба. И дальше идем. И дальше идем оба. И дальше идем оба. Что важно? Вот это движение руки, да? Какую линию она описывает. Вот так вот. Вот так вот. И смотрите, губерная рука обязательно тоже работает. Легче всего понять, если будем делать это все мы лучше. Если мы вот так борьем, это будет код эгайси. Если мы снизу вот так вот перехватим запястье, это будет нитка. А в санкио мы отсюда же делаем вот такой вот вход. То есть рука идет снизу. Вот таким. И после этого у нас большое движение, и мы подсадимся в приводачу. На самом деле, конечно же, можно обходиться и без такой широкой стоимости. Я ее использую специально, потому что, во-первых, это оздоравливает верхнюю часть тела. Это и колени оздоравливает, и бедра оздоравливает. То есть, на самом деле, она очень полезна. И на самом деле, из собственного опыта могу сказать, что если вы во время техники используете широкую сумму, то это вам потом поможет. Потому что вырабатывает это правильное движение тела. И если вы хорошо умеете делать гибадачи, тогда ваши все движения, ваши перемещения становятся гораздо лучше. Например, гораздо легче освоить вот такой телевизор, если вы знаете, как делать гибадачи. И в самый последний момент, когда мы входим к гибадачу. То есть, к гибадачу гораздо правильнее. И при этом, смотрите, у нас все остается на передаче. Это, на самом деле, это одно из базовых движений на камеру. И на самом деле, из базовых вещей выходят самые разные техники, поэтому надо на это обращать внимание и отрабатывать. Например, из этого может идти хай теннаги, дэнчинаги, там вот это движение ногами. Все что угодно. Правильно, это балансы, тупуси, да? То есть, это все высоко ослабывается над движением ноги. Помогает нам гибадачи. То есть, вот таким вот образом, да, мы входим с каждой стороны, садимся в широкую стойку и потом выходим, заканчивайте, пожалуйста, тупу от этаплянки. И еще раз, еще раз. Входим вот таким вот образом, смотрите. Рука описывает вот такую тренировку. То есть, линия у нас, вот здесь, вот руки, около щеки, да, ну, связываться щеки. На этой же линии, да, что и щека. И в этом положении. Вышли сюда. И следующее движение, вот такое, да, у нас тут широкая стойка, разбаланс партнера и, собственно, санкио с выходом в голову. Пожалуйста, санкио от айтанкио. Спасибо. 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 Спасибо.